В конце прошлой недели в связи с массовой информацией, в частности на сайте 47 News, была размещена информация о том, что якобы у нас на полигоне в районе 1 мая должен появиться крупный полигон с возможностью размещения на нем отходов первого и третьего класса опасности. Напомню, что первый класс опасности это самый опасный, пятый класс опасности отходов это безопасный. Сейчас у нас полигон, который территориально рядом с 1 мая и фосфорит, находится в собственности УАО управляющая компания по работе с отходами, учрежденная правительством Ленинградской области. Этот полигон с декабря месяца закрыт для приема всех категорий классов опасности, за исключением пятой, то есть не опасных. К пятому классу опасности относятся в частности такие отходы, как крупногабаритные отходы, которые вывозят у нас тракторными телегами из города, то есть когда люди меняют мебель, выносят на улицы. Вот это вот отходы попадают к нам на полигон. Все остальные отходы с декабря месяца, основной перевозчик у нас фирмы Акорос, есть еще другие маленькие организации, поехали у нас, что называется, в сланце. То есть перевозка отходов удлинилась и по времени, и по расстоянию, и подорожала. Подорожало это отношение между перевозчиками мусора, которые собирают от мест сбора и вывозят на свалку, и отношения у них договорные с управляющей компанией и другими ТСЖ, управляющими организациями, которые с ними имеют договоры. В связи с этим хочу сказать, что у нас не подтвердилась информация о том, что якобы на территории Кингисевского района планируют разместить полигон с высокой степенью опасности отходов, наподобие такого, как был в Красном двору. Полигон Красный Бор, как бы место Ленинградской власти, в частности, мне руководитель управления по работе с отходами Борисов, Сергей Николаевич, в пятницу сказал, но смысл было, сами по сути эти правительства, закрывать один, чтобы открыть новый. На снимках, которые были размещены в интернете по поводу того, якобы начался работать полигона, сфотографирован полигон о фосфоритах, который вполне легально на небольшом участке земли, я бы сказал, идеально сформирован, построен и открыт для собственных нужд в начале октября 2016 года. Этот полигон формально начал работать, фактически, как мне сотрудники по-сфоритам сообщили, я участвовал в проверке, которую проводила Межведомственная прокуратура совместно с Комитетом экологического надзора правительства Ленинградской области и Борисов, Слуга, мы выезжали на этот полигон в пятницу. Так вот, полигон абсолютно пустой, на него привезли своих отходов фосфорит первые шесть кубов, и это не является какой-либо проблемой, то есть это не может служить поводом для паники, для каких-то выводов несуразных. Фотографии, которые были размещены в интернете, они явно указывали на этот полигон, и квадрокоптер, который с воздуха снимал, тоже это был вот этот полигон. Фосфорит показал нам также, представитель фосфорита, вокруг сделаны скважины, которые меряют грунтовые воды, берут состав их и исследуют на предмет, не просочились ли у грунтовой воды, что предусмотрено технологией оградить грунтовые воды от вредных веществ, которые могут содержаться в отходах, любых отходах. Поэтому информации о том, что у нас якобы собираются сводить самые опасные отходы и со всеми городскими областями, корни не подтвердились. Маленькая историческая справка про полигон, которым мы с вами пользуемся. В июне 2011 года вот этот лицензированный полигон твердых отходов, он юридически называется город Ивангород, фактически введен в эксплуатацию, и проектная мощность рассчитана на 400 тысяч кубических метров в год. Вообще 400 тысяч метров кубических. Это из расчета 110 тысяч кубических метров отходов в год от города Кингисеппо и от прочих соседних территорий. К нам, например, возят еще сосновый гор, бывает, потому что в станциях такой необходимости нет. В станциях свой полигон. Так вот, он был рассчитан примерно на 4-5 лет эксплуатации. То есть в прошлом году он был заполнен отходами и Росприроднадзор не продлил лицензию. В связи с тем, что объем полигона был, изначально обсуждался в гораздо большей величине, чем существующий руководство управляющей компанией, еще раз подчеркну, что это открытое акционерное общество со 100% учредительным капиталом правительства Ленинградской области, В прошлом году, весной, обратился директор этой компании в органы места управления к нам о предложении выделить дополнительный земельный участок. И выделили под проектно-изыскательские работы примерно 40 гектар. Более того, я с директором управляющей компании общался в пятницу в связи с этими событиями. Он сказал, что пока техническое задание на разработку проекта формируется, техническое задание должно будет описать параметры будущего объекта, то есть полигона. Какие отходы, какие мощности, количество, какие площади они займут, какая технология там должна быть. Пока этого документа нет и его не согласовали надлежащие структуры, рано говорить о том, какие неприятности может принести на нашу жизнь этот полигон. Хотя, еще раз скажу, у нас в конце прошлого года, по-моему, в ноябре, приказом управления по работе с отходами правительства Ленинградской области была утверждена областная территориальная схема по обращению с отходами. Так вот, по информации внутри этой схемы, которая, ну, текстовый документ, было указано, что на территории Кимксевского района планируется создать объект по сортировке отходов. Вот этот объект я пока не выяснил. То есть это не полномочия района, это полномочия области региона. Пока мне не подтвердили финансирование ни само управление по отходам, ни полигон. Но, однако, они изыскивают сейчас средства, и руководитель, как раз вот директор Евгений Алексеевич Лех, сказал, что у них, в принципе, уже оборудование заказано. То есть мой сценарий такой, что у нас сначала из города будут автомобили вывозить на этот полигон отходы, они будут там сортироваться, выделять будут повторно используемые фракции, это картон, бумага, металл, может быть, стекло, пластик и другие, для того, чтобы можно было их отправить на переработку, на соответствующее производство. А уже так называемые хвосты, то есть тот мусор, который невозможно повторно использовать, вот только он будет размещаться на полигоне, который у нас сейчас рядом проектируется. В итоге хочу сказать, что вот неприятно, когда некоторые областные средства массовой информации выкидывают жареную информацию, горячую такую, да, совсем непроверенную, и из-за этого отрывали от работы, ну, несколько структур, начиная от прокуратуры, комитета экологического надзора правительства Нидерской области, сам фосфорит очень был недоволен и знаю, что приглашал экологическую организацию, чтобы та, как общественная организация по экологии независимая, показала бы это все, ну, так скажем, в справедливом свете. Поэтому просьба, так скажем, жителям города, когда читаете какую-то информацию, вот, все-таки быть, ну, как сказать, здравомыслящими и не вестись на такие вот жареные факты.